У команды Wanted Ну, в принципе, такое впечатление от них и было в первый игровой день Потому что они так, вроде бы какие-то нотки неплохие были Но в целом они играли очень нестабильно Тем не менее, смогли собраться Да, но вот я тоже удивился, что Complexity Wanted обыграли То есть здесь скорее... Ну да, здесь скорее, видимо, Wanted очень удачно сыграли в своей игре И у нас, тем временем, Сларк на ласт пик Да, у меня что-то, в общем, с титрами Давайте вот так вот посмотрим DC, конечно же, сверху, Wanted снизу Пик закончен Мы будем смотреть за Медведем, Пуджом в исполнении Wanted Ну, такая, можно сказать, современная мета во всей красе DC же будут попытаться отвечать с Ченом, Кентавром Такой какой-то легкий подпуш, но при этом со Сларком Что интересно Ну, у Digital House баланс пики Как-то сложно будет им подкрасться Потому что их не пропушишь Их сложно перестать на линиях И в результате этого у Digital House уже прочная оборона В то время как в их случае Чен может слишком много чего сделать в игре То есть он может прийти в мид, убить лондруидом И перспектив лондруидов в миде особо нет Он может прийти в харду с Кентавром и в легкую расправиться Либо с суппорт Паджиком, либо с суппорт Вингой И при этом он еще может и в легкой линии пропушить вышку Короче, везде боятся Слишком хороший пик у DC, да И там, и там, и там Ну, посмотрим, как они свой пик реализуют Во всяком случае, в этот раз он действительно выглядит хорошо В отличие от того, что они напикали в третьей игре против Вантед В начале группового этапа Но вот это поражение, оно как бы сулило какие-то неприятности DC Потому что, с одной стороны, они смотрелись фаворитами И в Вантед тоже смотрелись неплохой командой Ну, чисто до начала турнира по своим минам Казалось, что эти две команды там Разделят между собой первое и второе место Причем DC пойдут по верхней сетке Ну, так получилось, что они упали вниз Комплексти потом на кураже выиграли В общем-то и прошли по верхней сетке И теперь опять матч против Вантед А игроки здесь все-таки очень сильные Ну, давайте вот посмотрим на их состав Потому что у нас Худ немножко лагал Это PPD, это QO, хорошо всем известный Это Chase, CJO, такие тоже, можно сказать, уже известные игроки Ну, конечно, Борис Человек, который прославился на Канадо-капах Борис, да Почему-то хочется его Борис все время называть В общем, Борис, он выглядит хорошо Он выглядит неплохо в этой команде Он вчера был тем, кто тащил команду вверх Изо всех сил Остальные якори тянули его на дно Хотя наименее именитый, казалось бы Но вот мне тоже запомнилось то, что он отыгрывал очень-очень хорошо Несмотря на то, что вот Так, ну, по рунам у нас здесь, в общем-то, все ровно Забрали по одной, по две баллонтируны каждая команда И в миде, интересно, у нас будет стоять в миде Мишка против Queen of Pain Непривычно медведя видеть именно на центральной линии Обычно он как-то стоит на линии боковой, на легкой Ну вот здесь вот решили в мид его поставить Медведь здесь хорош, против Сларка, того же Savage Roar великолепно работает Да и, в принципе, этот медведь сейчас является такой, можно сказать, метой И одним из основных героев, которым стараются играть Это герой, который может пойти в мид, может пойти в легкую, может пойти в сложную Курица И даже если у него все будет плохо на сложной, он в этом случае может еще пойти в лес Даже вот так вот Тем временем First Blood у нас такой PPD забрал курицу Отлично сыграно Выдвигается теперь во вражеский лес Видит Мун Миндера Да, что касается игры DC вчерашней Они вчера, конечно, выиграли без проблем, 2-0 Но вчера очень сильно было заметна игра Вихи Не со знаком плюс Не знаю, что с ним там произошло Но он вообще фейдил где только можно Это не помешало победить Ну, в целом, потому что DC очень сильно превосходили своего соперника Так, ну и снизу, так, Чейси у нас подгрызает Мун Миндера У Миндера нету стана Нет второго уровня Выходит PPD И, кажется, это First Blood только теперь уже на героя PPD забрал курицу PPD забрал Мун Миндера Да, здесь, конечно, Мун подруинил немножечко Без стана, вообще без какого-либо шанса уйти Зашел на Чейси Чейси его сгрыз Закуп у него немножко не тот Он взял талончик И против Лайфстилера на линию, естественно, так выходить нельзя Если хочешь стоять против Лайфстилера, который покупает Блайтстоун То тебе по-любому нужно брать щиток Та же Рингов Протекшн И после этого еще срочно покупать сапоги Иначе он тебя сгрызет Поэтому единственное, куда может пойти Мун Миндер В лес Ну, вот что он и делает Он, в принципе, и начал с лесов Только потом его как-то Винга пришла, прогнала И он отправился Тем временем Еще добавлю Но слишком рано как бы он вышел Если уж он хотел выходить на линию К Лайфстилеру, у которого второй уровень То нужно было, естественно, брать самому второй уровень И качать Ковстомп В таком случае он бы по-любому выжил А так Мун Миндер, он пока Подтверждает звание самого наглого плейнера Тот, кто вообще любит выходить Умирать, не париться Потому что сейчас смерти на первом уровне дать немного И после этого все равно, если что, там на макро Игре вытаскивает Второй игрой сегодняшнего дня Будет противостояние Onyx и SG Вчера у нас забавная ситуация случилась Infamous покинули турнир Просто сменив состав Прямо по ходу турнира Вот И сегодня как раз таки Бразильцы, которые вчера сыграть не смогли Покажут нам все, на что способны Я еще ни одной игры пока их не видел Ну, не комментировал, вернее Будет интересно посмотреть Что там в группе B Ну и по венерам у нас MP и комплексити уже прошли в плей-офф Собственно, здесь Особого удивления Во всяком случае в группе B нет В группе A, ну, в принципе, комплексити были Одними из тех, кто мог 1-0 Продолжается у нас такая Игра на линиях, скажем так Легионочка с сапогом Третий с половиной уровень Ей хотелось бы, наверное, пофармить Потому что аэрон талона у нее нет Но, в принципе, здесь линия качается туда-сюда И удается ей подфармливать Еще разминать Сларка вот так вот с помощью Своей пассивки моментов кураж И еще закидывает ему первый спелл На резолюшн вынужден тратить фласочку Здесь, в общем, неплохо все у Легион Командор Как-то вот удается ей выходить на линию Даже что-то получать Ну и Мизери, которого мы вообще не видели в начале игры На чене Сейчас уже должен какие-то активные действия предпринимать Попытается выйти забрать Кьюо Забыл одного крепаса бы взять Один Кентавр Выходит на Кьюо Квин оф Пейн проиграет Кидает ножик Также подходит Кентавр Кьюо рычит Бьет в этой три Получает станчика от Мизери И Мизери забирает Кьюо Хороший фраг Там Виху очень сильно размяли Но, тем не менее, смог забрать Отличный выход от Мизери И Кьюо отправляется в таверну Один-один Ну вот, как я говорил заранее В начале пика То, что у Чена слишком много вариантов Куда он может пойти Немножечко странно то, что он бегает с одним крипом Все-таки с двумя было бы поуверенней Но, в любом случае, уже Уже Мизери приходит в харду Нападает также на Пид На Пи-Пи-Ди И Пи-Пи-Ди тоже умирает Вот он, тот самый Чен У которого все руки развязаны Да Начинает отыгрывать Мизери И это может вылиться Очень неприятный такой Пуш От команды DC Как это было вчера Они тоже так вчера играли Похожими стратегиями То есть, какое-то время Они фармили в начале Но потом у них был Очень хороший пик на пуш И они очень быстро пушили По-моему, как раз Одну игру с Ченом Там просто молниеносно Пушили все вышки Захватили игру И просто 20 минут Перефармливали соперника После чего игра закончилась Их уверенной победой Борис На своей линии Уже пятый уровень имеет Как-то слишком хорошо чувствует себя Борис здесь Прямо ничего не могут ему сделать Уже слишком большой уровень Нападение на Сларка Будет ли паунс? Да, есть паунс Спокойно уходит Так, тут нервирует же соперника В принципе, ему особо некуда пойти На мид ему выходить тяжело На нижней линии Вот он сейчас как раз смещается Здесь, в принципе, можно попробовать повоевать Но сверху посчитал, что лучше всего находиться А Чен уходит Не зря зашло вражеский лес Поставил вард, чтобы палить все перемещения Увидел, как прилетает сюда Паджик Правда, у Паджика нет маны И аккуратненько возвращается наверх Так, чтобы его не видели Наверху находится Легион Коммандер И пока вот ее взять тяжело Без Чена Но Чен уже находится рядышком Уже идет гарпеш Тормотдел Также подходит Резолюшн И забирает Забирает Легиона Чем выигрывает игру для ДС? Пока что, да Пока что очень хорошая игра от Мизери Вчера, в принципе, он тоже Хоть и во второй игре Очень много было от него смертей Но так как играет на саппорт позиции Вечно там Где-нибудь бегал Ставил варды Можно это все оправдать Во всяком случае, за это Соперник так много золота не получал Как за смерть, например, того же Вихи Ну и пока что Мизери смотрится Так же очень хорошо Пипиди страхует Мишку Находится сверху Сюда же подходит Падж Здесь же мы видим Саксу И Пуч побежал Побежал за ним Сакс пытается спрятаться Вот сейчас его находят Поднимают воздух Нападение на Медведя Параллельно с этим Пошел ультимет Кентавра Виха Забирают все-таки у нас Мишку Ну и забирают Рубика Один в один Но размен, конечно же, в пользу ДС Мишка гораздо более ценный фраг Как-то так обоюдная атака получилась Из той и с другой стороны Возвращаются на свою линию Паджик пока не может себя найти в игре Да То есть вроде бы он есть Вот он бегает четвертого уровня Но как-то сверху не особо получилось Помешать Сларку Сларк по Крепстаду идет на уровне С Лайфстиллером При том, что у Лайфстиллера Был очень хороший старт И при этом Где-то Ну Падж вообще нигде себя не проявил Ни в центре, ни сверху, ни снизу Вот старается сейчас выйти на Рубика Рубик же в свою очередь Находится На большом расстоянии За счет чего Паджик не может к нему подойти Но вот к нему может подойти Пепеди Пепеди, однако, однако Все видит В целом тяжело было нападение В очередной раз на Кьюо Кьюо забирают У Кьюо это уже третья смерть Да, и пока что медведь подфиживает Причем знатно Вернемся к резолюшену Ну, по-хорошему Если ты сларк То имеет смысл приходить на линию Стараться его опускать до шестого уровня Пока у него не появится пассивочка Потому что как только у него появляется пассивочка То весь харасс, который вы в него отдаете Вы потом наблюдаете Кто как он регенится Ну как бы это не очень Снизу, снизу, снизу Нападает на кентавру Он уходит После этого Если вы приходите И делаете так, что он не может добивать крипов Не беда Он просто уходит в лес И начинает фармить через дарпак То есть фарму свою все равно выносят Поэтому Вон тут, конечно, молодцы Что они спохватили Что вот сейчас ППД хочет что-то сделать сверху Но уже слишком поздно Сларк уже Получил слишком много опыта Ну и пока что Единственный такой Герой, у которого Все, можно сказать В полном порядке Это Лайфстиллер Это Чейси Чейси пока что Имеет очень большой Ретворс Но ему нужно себя проявить Здесь нету как таковой Вот прям жесткой Инфестбомбы Здесь придется ему Самому добираться до цели А против Кентавра Да и вообще Лайфстиллер как раз таки Не очень хороший герой Против Сларка Ему посыпить Сларка нечем Так что здесь Ну я бы сказал, что Инфестбомбы с Легионом Смотрится достойно Ну это когда Блинк купит Да и вообще такой Интересный вариант Ну посмотрим Под дуэльку Рубик ворует Пресс за атаку Выходит вон тот Вот действительно Сяджея прям не может найти Вообще ничего не получается Там в начале Где-то поотводил Да более-менее Но Каких-то особо активных действий Нет Лайфстиллер Заходит в спину Квин оф Пейн Ну какая-то Странная немножко ситуация Потому что Квин оф Пейн Спокоен уходит с блинка И все Ну да Постараться напасть Вот так вот Посредь бела дня Ой Лайфстиллер Честь Какая ошибка Это провал Так вот Вообще Очень странная атака Нападать Вот так вот Посредь бела дня Выходить на Квин оф Пейн Которая Ну почти в любой ситуации Успеет сделать Блинк Это Ну не знаю Надежда На то что Он не прожмет Кнопочку Которую он Нажимает уже Там в течение Трех-четырех лет То есть Это Это просто Критическое И ничего не сделали Просто пробежали в центр ребята Посмотрели на замечательную вышку Отдали Лайстилера Причем можно сказать, что Лайстилер отдал сам себя Залез в крипа, забыл, что Чен умеет отправлять крипов на фонтан И в очередной раз Джио выходит в сложную И старается показать полезность По-хорошему, если ты ничего не можешь сделать в сложной Ну можно хотя бы вот этих вот крипов Он так делал вначале, но сейчас Он бы и сейчас мог делать Потому что это всяко лучше, чем просто Вот так вот стоять и смотреть Он сейчас исполняет роль ППД В матче Нападение на Рубик Ну далеко дошло Рубика Так вот, он сейчас исполняет роль ППД И ППД играл точно так же В матче против Колу Он тоже стоял, ничего не делал Но наконец-то он нашел свою цель Сделал ТП на Рубика Который прибежал к нему сам на фонтан На светли И опять идет наверх И снова на позицию Джио Поехали Хотя бы все-таки получилось Может быть начнет там отпуливать Тут уже скоро падает вышка Лайфстиллер, несмотря на вот эту вот неудачу Все равно находится в топе По Нетворосу Хотя вот Сларк его уже потихонечку догоняет Да, ну как бы печальные новости для Лайфстиллера То, что Сларк он слишком хорошо в этой игре себя чувствует Единственный герой, который его реально Ну может что-то ему сказать Это Лондроид Все Кроме все остальные герои Для Сларка это самая настоящая еда И резолюшн пошел Джио захлукал Резолюшн бежит, бежит, бежит Жмет Шадоу Дэнс Старается выпрыгнуть Выпрыгивает И, как мы и говорили Резолюшну все равно Есть патч на этой линии? Нет Шадоу Дэнс ушел Ну, если бы как-то удалось подблочить, конечно Но это очень тяжело Учитывая, что Сларк очень быстро бегает в своем ультимейте Летит ему Шадоу Блейд Уже Двенадцатая минута Хороший тайминг И сейчас пойдет искать соперника Тем временем Сейчас можно еще раз лук дать Попадает резолюшн А тут подходит и легеночка Прыжок, прыжок, прыжок Резолюшн пока не прыгает Старается размансить Но немножечко ошибся И легеночка накрывает его дуэлью Выход От суппортов Но здесь уже лайвстилер Чейси вгрызается Вгрызается в Чен Ловит его в сетку Падает моментально Путч Следом врыв на Бориса Борис Пресс за атак Виха идет дальше Стан в Квин оф Пейн Стан от Кентавра мимо Квин оф Пейн на хосте Да, хоста здесь, конечно, очень сильно помогает Но Борис идет дальше Есть у него блинк Идет за Мизери Последний удар по Мизери Но этого не будет Нет, Мизери развернулся Это была фатальная ошибка Здесь уже Медведь подходит Пытается прикопать Мунминдера Копает Опен Ванс Нет, Опен Ванс не проходит Вот сейчас копает Копает очень удачно Подходит сюда Сакс Все разбивают Муну Хороший рассказ От Квин оф Пейн Моментально падает Медведь Чейси продолжает бежать За Кентавром Кентавра он, конечно, забирает Но что теперь? Теперь попадает под Паунс Минус Чейси Слишком далеко зашли И теперь нужно бежать Вон тут Слишком долго дрались Слишком долго дрались Как бы Сларк он умер Но Сларк на такой стадии игры Как бы еще быстро появляется Вы побежали между Т1 и между Т2 И, ну, естественно, так далеко забегать не стоит Фактически все то Идеальное начало Которое совершили вон тут начале Они все это начало дали в конце Причем дали резолюшину Да, и Квин оф Пейн отлично раскастовался Опять выход на резоля Легионка Пошла дуэль Да, и кажется, это еще одна выигранная дуэль Так и есть Отличная игра от Бориса И его суппортов Ну, начало что-то получаться с тех пор Свап еще не закончена Драка Сакса Пытается уйти с ТП Дисмэм Барня Отпускает Саксу И Сакса погибает Еще один фраг Борис начинает тащить Да, но Борис он вообще в этой команде Тачер Как бы многие считали, что Оу, какую-то Ну, ой, боже мой Где его не вообще взяли Что он будет делать Мизери снизу погибается Да, а он как бы по факту Он слишком много делает Он хорошо стоит в харде Он прекрасно фармит Тут, нахрад, еще забирает икио Он выносит очень быстро свои артефакты Если ему команда позволяет фармить Они зовет его на замес Как это было в той же игре против колов И сейчас он с Блинкдаггером Может выиграть игру Оуу Тут как, сколько Фрагов сделали, ребятки Да, тут пошли у нас фраги По всей карте буквально И сейчас Игра начинает походить на то На что она походила В первый день группового этапа Легионка запрыгивает на Queen of Pain Борис продолжает воевать Бьет Queen of Pain Но Queen of Pain, увы, забирает Бориса Потому что Мунминдер оказался рядом Также забирает с собой еще и Паджика Паджик умирает И подходит Чизи Чизи подходит вместе к его Но, увы, на двоих У них дизебов нету вообще Они стараются как-то вот что-то сделать Но, естественно, Queen of Pain Ты ничего такими героями не делаешь Не хватило урона убить Savage Roar не успел вкастовать Queen of Pain ушла Да, здесь Борис, конечно, подфидел Не ожидали появления Муна И Мун не отпустил Перетягиваемся вниз У Изолюшина уже имеется Shadow Blade Также присутствует ПТ-шечка теперь сам И резать тех героев У которых нет спасения против Сларка Спасения нету у Винги Спасения нету у Пуджа Если он, не дай бог, их находит То единственное, что они могут попробовать сделать Это ТП Аут Под спасением мы подразумеваем какую-то способность А-ля Blink Queen of Pain Например Такого у них нет, к сожалению Начинают давить вышки потихоньку Ванты отвечают тем, что тоже давят вышки Мун Миндер в смоках находится Может сейчас запрыгнуть на Чейз Прыгает на него Но Savage Roar Хук В общем Пытаются здесь зафокусить Муна Пошла дуэль Борис Вообще непонятно, что это было От Мун Миндера Мун Миндер Что это? Мун Миндер, зачем? У тебя Сларк убивает вышку снизу У тебя Чен убивает вышку сверху Ты выпрыгаете втроем на пятерых И это элементарный фит Это просто суицид Это плюс урок за легенки Ну странно Вот начинаются вот эти странности То есть игра действительно очень похожа на первый игровой день Когда вот такие какие-то ошибки То есть ты видишь пять героев Да, ты прыгаешь втроем втроем Давай еще раз прыгнем Ой, Сларк ловит Пин оф Пейн под сейв На развороте Теперь уже выход на ППД ППД нужно спасать Но есть Джея, который может хукануть И в целом DC решают отойти Да так Напугал Напугал сейчас ППД Хотя на самом деле сделал Тон Сларку ничего не мог Кьюа Пока что у нас рекордсмен Среди кор героев Да и вообще среди всех героев По смертям Очень плохо Он играет на таком герое На котором не привыкли мы его видеть Вот именно Герой, который просто фармит Да Он хорошо себя реализует на тех, кто убивает Какой-нибудь Сларк Герой, который не въезжает В драку Да-да-да Что-нибудь там То, что там Какой-нибудь Штурм Спирит Хотя он сейчас не в мете Но вот в свое время он хорошо на нем убивал Что-нибудь такое, что реально создает экшен А вот Лон Друид То он как-то Я даже не знаю Не знаю Тот же Адмирал Бульдог Если бы сейчас играл за Вонта То он бы скорее всего Был бы Ну так по-полезней на этом герое Потому что у него слишком много практики Да Адмирал Бульдог В общем Наверное очень рад тому Что медведь вернулся Хотя это же не совсем тот медведь Странно, что он сам вернулся По-моему Патч вообще сделал все Чтобы Адмирал Бульдог Совершил камбэк Фанаты Бульдога Вал Подстраивают его мопатчики Вообще Мы, кстати говоря На этих квалификациях Видели даже Лон Друида Через Радиенс И Мишку Ну то есть Такого классический вариант Играли комплексы И выиграли Китер Мишка подсидел Да, бегает Расставляет в Аргеке Но против Сларка И Квинув Пейна Заниматься подобными вещами Очень опасно Также можно попробовать Кого-то еще подсупить Но тут же Тут же убегает у нас И Мишка Тут же у нас приходит На центр Лайпштиллер И сейчас ДС Не могут напасть Осторожные Осторожные Вон туда Ты говорил про медведя Вообще Когда-нибудь Мы увидим 12-кислотового медведя Где в одном медведе Будет Радиенс В Сумоне Будет Радиенс Какой-нибудь Башер И куча артефактов На ауры И на дизейбы А у другого Медведя Будет чистый урон Это будет Самый сильный Лейтгейм В Доте Когда мы Такое Видим Ну пока Пока что Таким не пахнет Как-то Игры заканчиваются До того Как Начинают Сумона Собирать Но мы ждем Безуслово Выходят вниз Легкий Подпуш Находятся все На месте Кроме Резолюшна Легионочке Уже нужно быть здесь И уже нужно Легионочке Закидывать копья Но Легионочка Решила сделать По-другому Она взяла Лайвстилера За ручку Подходит вниз Находит крипов Начинает их бить Тут же их Возвращает Мизери И удалось Диджитал Хаус Тянуть Вон тут вниз Как мы видим Они тоже прекрасно понимают Что драться им сейчас Ни к силу Ни к городу То есть Ни в коем случае Нельзя Давать шанс Вон тут на камбэк И Нужно стараться Играть на Сларка Чтобы Сларк бегал И резал людей по одному Ну теперь уже Эта игра Очень сильно похожа На вчерашнюю первую игру Где DC Также захватили преимущество Правда Вот в отличии от Ван От Фридом Как-то очень медленно Перемещались по карте Их вообще удалось Там Без проблем запушить И все что угодно С ними делали Здесь же такого Все таки нету Вантот смотрится Поинтереснее Нападение на На медведя Ну Даже не знаю 300 голды 300 голды 300 голды Только его не забрали И Слишком так Рискованно получилось Теперь Под вардом Идут у нас Вантот Они разводят Они пришли в лес Поставили вард Типа имитируют атаку Когда Допустим здесь никого нет И отходят В надежде Что кто-нибудь Достанется И рано или поздно Скорее всего DC смогут кого-то поймать Потому что Ну как правило Играть безошибочно Ну нереально Не для одного игрока В мире То есть Любой игрок Рано или поздно Он ошибется Вард номер 2 Да Рано или поздно Рано или поздно Кто-нибудь ошибется Так Стоится Сэнфри Вот его поднимают Но далеко Далеко Квин оф Пейн Прыгает на командер И вот видишь Сакс ошибся Да Рассчитывали Что кто-то ошибется И кто-то ошибся К сожалению Для команды DC Это был Ну да Не хватило буквально Двух секунд Чтобы Квин оф Пейн Подошла чуть быстрее И Закинул свой ультимейт Так Ну и спокойно уходит Чен Подпушивает центральную линию Своими крипами Здесь Чейси Чейси Первая реализация Инфест-бомбы Записываем ему в плюс Сларк подходит сюда Квин оф Пейн Также идет Потратила его Кентавр Есть Блинк Блинкует Савадж Рор на Кентавр Кентавр ловит Стан Кентавр Стэмпид Пытается догнать Хоть кого-то Но попадает под корни Тут же Лечение Как же больно бьет Легионка Легионка в погоне За Кентавром Кентавр уходит Будет ли сейчас что-нибудь Легион Командера Нет Кажется Кентавр уйдет Тем временем Забирают Лондруид Забирают Вингу Борис тоже уходит Понимаешь Что слишком опасно здесь И теперь удалось Забрать в свою очередь ДС фраги Хороший выбор Да Шикарная игра от Мизери Закинуло он Большое количество крипов На центр Эти крипы Заставили Ластилер Растепешиться Это вообще наверное Основная сила Вонтед Прямо сейчас Из-за этого Остались в меньшинстве Вонтед снизу И в этот момент Резолюшн прекрасно Ворвался в тыл врага И вырезал ППД Ну а дальше уже По накатанной Чен крут Чен нереально В этой игре крут Он мало того Что сделал Эрлигейм Дав преимущество Почти на всех линиях Только он еще вдобавок И начинает разваливать По вылазкам Заставляет Кого-то все время Стягиваться Посмотрим Что с этим будет делать Вонтед У них в принципе Ситуация неплохая Лайфстилера Есть уже Башер Легион Командер Также с уроном Но они проигрывают И их постоянно давят То есть вот Опять же Они постоянно играют Каким-то таким Вторым номером Во всех играх Что мы видели Они сначала Преимущество отдают Так или иначе Но вот если они Выходят в лейт То там уже Эти ребятки Очень опасны Я согласен Да Если они выйдут в лейт То три керри Конечно же Будут очень сильны Против двух керри Есть мнение Что скорее всего Артефактов И крипов На всех не хватит Например У Мишки Пока все Слишком печально Да Медведь Нереально умирал Его скоро Чен догонит По Нетворцу Инвиз Отвихи Очень вовремя Спалили Судвижуху Отлично Отлично получилось Медведь очень скоро Догонит Чен По Нетворцу Как-то нужно рисковать И они рискуют Да Фарма нету Нам очень тяжело При этом еще Собрать крипов где-либо Потому что Все это время За нами охотится Сларк И следовательно Нужно как-то попробовать Так вот Паровозиком Гуськом За ППД Побегать И я войск Кого-нибудь Даже завалю Рано или поздно Выход на Рошана Резолюшн В инвизе Видит соперника Ну Мне кажется Наегис Очень рискованно Ворваться Сейчас Пытается Пытается зайти На суппортов Не знает Кого бить Нападение На Медведя Медведя Можно свапать Нет Свапают Кентавра Медведя Моментально Разрывают Тем временем Сларк В Пуджа Пуджа Проблемы Минус Пудж Минус Винга Отличное нападение От команды DC В воздух Поднимают Бориса И у Бориса Также проблемы И Бориса Также забирают Минус 4 В размен На одного Рубика Молниеносная Атака Диджитал Хаос И единственный Кто выжил Это Лайфстиллер С Аегисом Удалось ему скрыться Да Полнейший разнос Моментально Вырубили Лон Друида Моментально Вырубили Бориса Вообще Вообще Ничего не успел Сделать Кио В этой драке Даже Не дал И одной тычки И Такое ощущение Что Вон тут Они вроде бы И пикнули героев Но по моему Просто они не до конца Понимают Что с ними делать То есть Вот так вот стоять Вот так вот Посредь бела дня Без сентерей Прочисларка Вообще Да Без сего И говорить Врываясь В меня полностью Это самоубийство Это просто Конечная Конечная станция Да И конечно Резолюшену В такой ситуации Очень комфортно Что с сентрии Вообще Не прикупили Также хотелось бы Вот сейчас появились Сейчас появились Венжевол Спирит сентри И есть еще один Дастопаджик Но вообще По хорошему Этого мало Нужно больше Нужно больше сентри Также хотелось бы Отметить Что вот Это самая Наверное Основная проблема Вот этого Лундруида С которой мы Не так часто Высталкиваемся Потому что Все-таки Большинство команд Удается построить Свою игру Таким образом Что до этого Медведя Не просто добраться Он очень много Урона вписывает Но он очень хлипкий Если до него Первого добегают То его моментально Могут разорвать Есть два момента Во-первых А Егис бы Я все-таки бы отдал Кью Потому что Лайфстилера Разобрать сложно У него 2300 хп Если вы будете Бить Лайфстилера Который прожимает Тормит у него 2800 То в этот момент Лундруид будет бить И то есть Уже как-то Вон это в плюсе Как бы если А Егис на Лайфстилере То на Медведя Врываются Медведя убивают И Лайфстилер В общем-то Уже не хочет драться Потому что он в меньшинстве Это первое И второе Лундруиду по-хорошему Когда играешь Вот против таких Взрывоопасных пиков Это Квинув Пейнкин Тавер Сларк Который Выносит тебя Там за пару секунд Ему нужно прятаться Все время Прятаться за елочкой За кустиком Там где-нибудь еще Чтобы его не было видно И как только драка Начинается Прожимаешь Прожимаешь Рэббит И просто бежишь На скоростях Убивать вражескую команду Они пока не делают Ни одного Ни второго Это не про Крио Я вообще не помню Когда он прятался В принципе Вот Я поэтому говорю Что для него Лундруид Это наверное Последний герой Вообще Которого нужно брать Нужно просто Вот красного нарисовать Брать нельзя Инфестбомба В Медведя Вау Нападение Сларк Ой-ой-ой Какой неприятный Врыв на Сларка Резолюшн Получает под хил Съедают его Резолюшн Удается забрать Но все биты Отличный рассказ От Вики И тем не менее Без Сларка Здесь драться Очень не хочется Это финанс 2 Прекрасная реализация Легион командера Борис продолжает Наводить Шоруху И убивает Очередной фраг Правда Мун Миндер Тут неожиданно Забирает Того же Бориса Который видимо Подумал Что все уже убежали И Мун Миндер Бежит Бежит Не туда он побежал Он мог просто побежать Вот так вот По прямой Вообще Я не совсем понимаю Что с Мун Миндером Произошло У него был блинг И он был Ни скулдавный Да у него все было Он просто побежал Он даже ничего не нажал Но Не суть важная Главное Что Борис Продолжает Совершать победные Инициации Кьё И он тащит Кьё Ну кьё Тут как бы Ну как бы Кьё Опять 1.8 1.8 Зачем Вот я еще думал Знаешь Вот мы когда комментировали С Джем Я думал Зачем Все эти корейцы Ушли из своей команды И пошли в другие Причем Такие команды Которые как бы Ну не супер крутые Не считая Допустим Team Secret Team Secret Хотя бы квалификации Куда-то выигрывает Они знаешь Они вот Сейчас На какую команду Не посмотри Там Такой кусочек Команды MVP Phoenix И кусочек Команды Fnastic Везде По одному Малазийцу По одному Корейцу Развалились Как споры Какие-то Рассыпались Мы просто это дело Комментировали Ну не знаю Когда они были вместе Они выглядели В пять раз лучше Чем нежели Когда они Допустим Пришли в новые коллективы И новые коллективы Стараются их Помчить по-новому Играть Нападение На нападение На бенгу В очередной раз Забирает PPD PPD возможно Уже пора завязывать Как бы Никак он не может Бегать Ставить варды Вот так вот Беспрепятственно Его слаг будет Бегать и забирать По кулдауну И возвращаемся Корейцам Корейцы Вместе Ужас Просто Это слезы на глазах Причем Я думаю У самих корейцев После игр У них там По 8000 РММ Они очень круто Исполняют Но они В этих командах Просто убивают Сами себя Знаешь Мне это очень напоминает Мультик про Рейнджеров Могучих Мне тоже было всегда интересно Почему они не могут Сразу превратиться В Мегазорда И разорвать врага Они бегают По отдельности Но видимо Когда-то Это корейская пятерка Она как рейнджера Соберется В этого Мегазорда И вернется И наваляет всем Не знаю Других объяснений У меня нет Да Ну тем временем Мизери В соло забирает Вивчуку Просто в соло Падение на крипов Крипами Да Опасаются Глобовых атак Пепеди В очередной разбайтит На передовой 1200 хук Хук мимо Легион командор Ой какой свап Ньютация для свапа Ньютация для свапа Явно Чизи пошел На увы Накин на стампиде Кентаро все убегает Получает он станчик Убегает Крипом Далеко Далеко Не та цель для свапа Ну вот сларка Лучше не свапать Он на реакции Сларк успеет Пожать шаду в дэнс Что в общем Ты сейчас Резолюшн и сделал Интересно Почему не захотели Начать с какого-то Саппорта Если уж Врывались Могли бы там Хотя бы урон Для легионки Получить Подраться Забрать саппорт Разменяться И так же Отступить Там легионка Моментально бы С лайфстилером Его стерли Через два блинка Либо же через свап Просто там Уничтожили Ну вот как-то Не захотели Отдают еще одну вышку Преимущество Больше 10 тысяч Но несмотря на это Преимущество Кажется что Вот здесь все Не так просто Для команды дс Буквально там Какая-то Одна ошибочка Легкие призрачные Легкие призрачные Шансы есть Да Вот при таком преимуществе В принципе Все что нужно Вон тут Это одна Победная драка Потому что Лейтгейм у них Сношибательный Потому что Герои у них Очень хорошие И самое главное То что если они Выграют одну драку Они разум Снесут все вышки У них слишком Много урона По тварам Резолюшн Видит гем Видит гем На пудже И тут же уходит Так Ну вот теперь Важный момент Гем Гем Бкб нужно Борису нужно Бкб Нет денег Бкб Нет денег Бориса Ломают И кстати Это очень неплохая драка Может быть на фонтане На фонтане Драться Крайне неприятно Нужно Уходить Посмотри какой он бык Вообще Посмотри на этого человека Он идет первый И он не боится Да На венге Это С тронквилл тапками Просто Такой Венга Самый толстый Саппорт Говорит Идите сюда Ко мне Ну просто Байтит Байтит Да Начало Хочет чтобы на него все прыгнули Там смог Пучку кануть И Может быть Легионка ворваться Тоже DC В одну цель прыгать Не очень хочется Против Легион командера Они так уже сделали Кстати говоря Против того же Бориса Неделю назад И просто развалились От первого спала Вот Кстати О том Как же все таки Удалось тогда Вандет победить Такие вот микро моменты Были интересные И кстати говоря Здесь и делают Действительно неплохие выводы Потому что Вторую игру Когда они могли выигрывать Они отдали Ломая Вот этот Ну фонтанчик Просто Заряженный фонтан Ломали Туда прилетело 5 врагов И под фонтаном Им надавало Очень больно Ну вот они как-то странно Ушли от этого фонтана Вроде бы они поставили вард Вроде бы они могли Фармить свой лес И параллельно Принимать любого Кто приходит на этот фонтан Но после этого Ушли наверх И в итоге Сбили им вард И убили фонтан Логики В этих действиях нет Продолжают у нас DC Захватив карту Бегать Фармить Достаточно много Не спешат заканчивать Скоро Скоро появится Рошанчик Крипы уже На позиции Очень люблю Этого чена Волк Аура с доминатора Аура с ладимира Аура с древних крипов Два дракона Причем которые Стакаются между собой Вот эти вот Две ауры брони Дополнительной Вот они Две висят Мизери прямо Дает жару Просто зафармил Весь лес С своими драконами Говорит Ребята Извините Но И отличный скан От команды DC Сейчас Они видят Где находится Вантед Готовы их встречать Прямо на горке Видят Сларка Сларк Успевает прожать Какой стан От Кентавра Где же рассказ Квин оф Пейн Вот и он И как же больно Игрокам Вантед Пошла дуэль Пытаются забрать Квин оф Пейн Квин оф Пейн Удается забрать Это выигранная дуэль Лайфстилер Инфеста нет Сларк Минусует Легион командер Минус гем Гем придется Оставить и забыть про него Минус 4 И Джио Также задонавился Минус 5 Минус гем И минус рошан Но начало было Слишком крутое Вот этот скан Использовали Лучше некуда Игроки DC Да Тот ты его нажал Прямо сейчас Выиграл игру для DC И помимо того Что они прожали скан Они еще и очень круто Ворвались Это Сларк Который в очередной раз Ворвался в Веншплспирит И тут же прожал Шадоу Дэнс Показал где находится противник Это Кентавр Который после этого Залетел во всю толпу И молодцы DC Все сделали Очень красиво И просто Стоим на возвышенности Ждем когда появится рошан И в этот момент Ожидаем атаки противника Прямо как по учебнику Что 20 Преимущество Начинают подпушивать Центральную линию Фортификейшн Успеют появиться Четыре героя Для лайфстилера Еще очень далеко Много аур Слишком много урона Просто смотришь Что сделал мизери Он накидал Три дракона Это плюс 6 к броне Получается Нет Плюс 9 к броне Каждому герою Это очень много И при этом Они наливают Вот это вот Масло Огонь Волк Волка забрали Минус 30% ДПС А резолюшн врывается На возвышенность Начинает бить лон друида Лон друид использовал Северч рор Остаются драконы Дракончики бьют Вышку И с ними очень тяжело совладать Врывается медведь Но резолюшн А то медведя забирает Борис пошел Борис пошел Борис прыгает Ох Борис Забирает кентавра Кентару в итоге возвращает На базу Остается один резолюшн Но резолюшн с эгисом Поэтому бить его нет Абсолютно никакого смысла Врывается в 3-3 И тут же убегает С базы И его моментально прогнал Выкупается джио Пошел Рутить Пошел Короче гонять Пугать своим видом Противника И врывается чизи За в 3-3 В 3-3 ушел Остается мизер Сакс Превращается в медведя Бегает Также рычит В итоге забирает Еще и джио Ну и тут можно сказать Смело, что это конец для Вонт От их просто добили И они в этой драке Просто сделали все идеально Для противника Не для себя Для противника Да Тут конечно стараются Забрать Квин оф Пейн Но должен Лайслир За это поплатиться Начинает Ведущий на его убить Заставляет он Спутить чизи За то, что он Убил его союзнику Но не от чизи У нас бежит Бежит Хотя он все равно Забирает саксы И также падает Лондруид Мягко говоря Пока то, что делает Вонт Это такие попытки Как-то защититься Прыгают за саксы Саксу форстав Саксу форстав Хид кентавр И бежать 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 Так, в очередной Слабим кентавра И давайте его бить Ой, свап Вороет Отличная игра От Рубика Кентавра отправляют на базу Легионка падает После байбека Рубик падает Сларк наворовал статов И начинает просто Месить лайфстиллера Нападает на иншент крипа Мизери не удается убить Баш просто кидает Мизери Резолюшн Помоги своему капитану Негодяй Ну, с горя пополам С горя пополам Они отбились И каким-то чудом Защитились Но эта драка Это был полный провал Со стороны вон тот Зачем они Всей командой Стараются убить кентавру У которого уже 3000 хп И большое количество армора Они прыгают кентавру Бьют его всей командой Не получается убить Ничего страшного Потом они Ну раз уж кентавру Мы не смогли убить Давайте побьем с Ларка С Айгисом У которого 2600 хп А вот мы его убьем И можно их поздравить Да, ребята Вы его убили Но при этом Всю вашу команду Завалили И слишком много байбеков Вам пришлось завязать Да, потеряли сторону Отдали еще 10 тысяч Это уже 30 Ну 30 тысяч отыграть Это DC Должны как-то нереально ошибиться Причем это даже Не просто 30 тысяч Это фактически Ну, одно дело Когда там 100 на 130 Резолюшн Резолюшн Давай, как лев львины Один во всех Бежит к Йо К Йо бежит Рычит, но не попадает 40 стаков на резолюшн Имеется Это абиссов Блэй Прывается Бежит на ультимейте И ультимейт подогоним Ну, кстати Его будет довольно-таки Сложно забрать Но Борис Борис прыгает на кентавра И... Двойная дуэль Двойная дуэль Да, двойная дуэль 94 урона Лотосорб сыграл Явно не в плюс Тащи этих пацанов в Борис Тащи их Борис 94 урона Хотя, блин, он в кентавра И ворвался У него какая-то любовь В кентавру Он прям прыгает И прыгает у него Ну, кстати Что удивительно Ни одной дуэль Пока не отдал Борис В такой-то игре Где их довольно жестко Месят Забрали кентавра Отдали до этого Пуджа, да, по-моему Да, Пуджа отдали И, в принципе Отбились Но ситуация Экономическая От этого не меняется Обычно, когда ты Вот так вот отбиваешься И убиваешь героев Ты должен выходить в плюс Потому что противник Слишком далеко вырывается По голде Но здесь Они потратили столько Байбеков Что в результате В плюс вообще вышли DC Что не совсем нормально Так что Ну, теперь что у нас Пять минуток мы ждем Когда появится очередной Рошан И в следующий раз Я надеюсь, что если Вон тот пойдут Пойдут кого-то убивать То они пойдут Не на возвышенность смерти Вот эту вот Возвышенность смерти Где еще есть И святыня На которой очень удобно ТП-шатся С которой очень удобно Принимать драку А как-нибудь, возможно Попробуют обойти Например, вот так вот Проверить обстановку Потому что так Обычно забегают Полные топоры Вот так вот Просто побежали Побежали Вот так вот Да, прям На этой горочке Их приняли Ну, конечно Если бы смог Там спал Чуть раньше Они бы повернули назад Но очень грамотно Ловушку сделали Скажем так Нападение на Пуджа Пудж уходит Резолюшн Резолюшн видит Кто-нибудь Интересно Да, легионки Гем Видит Резолюшн Отступает отсюда БКБ Я, конечно, понимаю Вовы, что Юниверс Просто вот так вот Пешком зашел Во время пятого Интал Вот так вот Шел пешком Зашел сюда Ноль вардов Там ноль видимости Никто даже не вышел Когда забрали Рошана Просто ультонул по всем И заработал Первое место На пятом Инте Но тут уже Вы серьезные, ребятки Нашли Резолюшну Сбили линку Прокает Баш Но Резолюшн все равно Успевает прожать Прыгает за Борисом Борис, ну, никуда Он отсюда не денется Конечно, вынужден Он как-то стараться Мансить Но, по-моему, Борис приехал Борис приехал Его забирает в один момент Хотя его свапает И Пиди Но при этом Остальные ничтены команды Вонтед Оказались под давлением Забирает Лайссилера Забирает также Венжи Фул Спирит Остается один Паджик Тут Резолюшн бегает Уже Бьем Гуд Лак И это Гуд Гейм Я ожидал, что они нападут на Сларка Я вот думал Они вот увидели Сларка Ну, он как бы бегал Было видно Я ожидал, что они сейчас Прямо сулынет Сларка Но вместо этого Они решили убежать А убежали далеко не все Убежал только, кстати Один Борис Который И начал эту драку Вот такая неожиданность Ну что ж Как-то так У нас заканчивается эта игра 40 минут Но если Вспомнить Как она проходила То В целом Преимущество было От начала До конца У команды DC Отличная игра от Мизери Мне кажется Его здесь Заслуга огромная В этой игре Именно вот в этом Преимуществе Которое он для своей команды Заработал Ну что ж 1-0